всем привет друзья мы с вами продолжаем проходить по finder ну и как помните в прошлый раз мы тут заявились стонтону со товарищи к стонтон какой-то просто адский сатана поэтому стоит потратить ресурсы кстати у нас кажется были волшебные какие-то стрелы если я не ошибаюсь я вроде как какие-то с собой таскал в дополнительные два очка урона звуком этот момент когда эти стрелы нам пригодятся поэтому давайте их врубим я надеюсь это было бесплатным действием да по поводу того как они успеют оббавться они не такие уж и страшные кажется камелия что ж ты можешь призвать природного союзника гигантские лягушки диадон леопарды вообще в данном случае когда враги довольно-таки сильные и начинают бить наших соратников лучше призвать но кучу всякой шляпы на практике стонтона вина волшеба в общем он вот так вот огревает нас вот такая и к сожалению мы ничего особо не можем против нее сделать хотя мы можем попытаться с липоту вот так вот кинуть марка да попробуем мне не зашло он подойдет вперед в принципе и на го там какую-то гадость творит а дыр на 1 но надо естественно после всего что произошло сил уж куличу и наш вот этот вот кабанчик попытается стонтона вина таки заколбасить а сила ну что сокрушение зла кидаем на стонтона и пытаемся его серьезно ранен уже а вот это уже приятно а можно конечно убийственный фантазм кино но вряд ли вряд ли он сработает поэтому что у нас есть фаербол но фарбол вот так своих заденет это не самый лучший вариант на пятом уровне есть вот этого штука драконии дыхания нет зеленые нет ну короче драконии дыхание отпадают вопль тоже а ледяная буря не очень управляем огненный шар а а неплохо цель все враги хорошо знать попробуем управляем огненный шар нет не матери лиза не матери лиза волос пуем короче вы поняли и у нас почему-то началась перегрузка отряда ладно план талант пожалуйста как у тебя там стрелы врублены о о о о не уж то забрызганном кровью лицами нога паника губы дрожат упрямый осел хочешь умереть за груду ко мне умирай а я здесь не останусь солнышко мое останешься или ты будешь драться до последнего или я сам сломаю твою нежную шейку вот этими самыми руками губы демоница дрожащие от страха распахиваются в истеричной широкой усмешкой словно на лицо вдруг открылась рваная рана ты мне угрожаешь смертная игрушка ты мне и чем силой которые я же тебе и дала неблагодарная ты тварь ого верни мне моё минага протягивает руку из глаз стонтона вырывается багер горового искра и скрывается в ее ладонь стонтон пораженно застывает на месте мигом посеревшие губы беззвучно шевелится как у выброшенной на берег рыбы демоница оборачивается к вам бери его он весь твой и дрэзон тоже мне плевать и на крепости на этого недоумка как же вы смертные мне надоели ваши однообразные страстишки ваши вечные дрязги ваше однообразное обвинение оправдания общайтесь друг с другом как с грязью сами толкайте в наше объятие доходя к вроде этих двух демоница указывает на стонтон и нору а потом еще и имеете наглость нас чем-то обвинять давай накажи своих предателей сколько раз я видела этот спектакль и не сосчитать куда же ты веселее только началось веселись со стонтоном у вас с ним одинаковое представление развлечения забирай свою тряпку забирай свои загаженные развалины этого барана можешь хоть в супе сварить а с меня войны хватит мы лилиту были созданы для нежности любви размахивайте своими железками подальше от меня ого неплохо прыгать стонтон глядит немного вслед вот значит как меня предали и люди и демоны выходит моя жизнь и прям не стоит ни гроша он переводит взгляд на вас и печаль в его глазах уступает место ненависть это не значит что тебя нас достанется ли дешево давай сволочь убери меня если сможешь конечно мне уже все равно хватит этого безумия сложи оружие стонтон возвращайся к нам чтобы обошлись несправедливо но все еще можно исправить но впуск смехается без злобы с одной лишь печалью ведь правда в это веришь да ты правда думаешь что всегда можно что-то изменить как-то вернуть проклятую душу свету он качает головой вы хотел бы и я умеет как верить надеяться как ты вот только я слишком хорошо знаю что надежды нет по сути я давно уже мертв последние несколько лет я так правил словно песни единственное что-то может для меня сделать это прикончить давай наконец покончим с этим бою ага ой но из тонтона то хоть сил его все забрали да из тонтона всего силу забрали но из нас тоже как-то это из нас тоже силушки забрали приличная так смотрю хорошо массовое исцеление к ним и лан давай добиваю уже года а где где наша мелкая подруга хороший вопрос да то есть она же где-то тут она у нас кажется ни у кого нет заклинания типа увидеть невидимое правильно есть устойчивость есть всякие фантазмы дать теневое воплощение паутина например мы можем вот здесь где посмотреть что будет да ничего не просто вопрос как бы а вот она она наконец-то появляется это хорошо и за это есть сразу давайте 100 тряски ним о вот ну в общем если допустим давайте отключим жалко мне эти стрел тем более уже но не так это важно да я так думаю что с нур это мы как-нибудь справился она он после пары ударов уже серьезно ранена ну то есть у нее конечно маскировка есть но я думаю что это сильно не поможет при намного из нас силы видимо высосали да но что мы аж это негативные последствия наблюдаем ладно а давайте магической стрелой не гоним чего-то интересно очень сплыли вот эти теневые но они не работают никогда а силушка давай а ну да а в общем я был на месте этой гномики уже бы зад задумался потому что у нее конкретные проблемы и и слегка так окружили и колбасит со всех сторон ой и это даже не ланс стрелял по ним все покинут цитадель а ну посмотри то есть нам не обязательно было в прошлый раз прерываться на самом интересном месте ухты стонтонские всякие ништячки и она с нами еще хочет поговорить да тяжело дыша нура поднимается на ноги вытирая кровавленные ладони об одежду но чего ты ждешь сволочь давай добей меня прикончи как стонтон и радуйся что победил злодеев главное не задумывайся по чьей вине и я и он стали на сторону демонов а тот таких мыслей аппетит может испортиться добиваем нуру ты это заслужила хотя давайте узнаем почему почему ты предала меня нура я хочу знать правду хочешь знать правду лица девушки искривляется как отборе вот тебе правда я вас всех ненавижу если бы я была там в тот день когда орелу в орлеше открыла разрыв бездну я бы с радостью подавал ей ингредиенты для ритуала это я подбросила тебе тряпку с феромонами как мне хотелось чтобы адские жуки сажали твою самодовольную рожу это я подожгла палатки в ту ночь я же указала горгулеем кого надо хватать каждый день проведенный в твоей армии я использовала чтобы вредить вам я причинила вам столько боли может быть одну тысячную того что вы заслужили она закрывает лицо руками меня в восемь лет продали сауксона как скот и как скот палкой дрессировали чтоб была послушной помогли мне паладины из мендива нет конечно даже когда мы проезжали мендивский город никто из этих воинов добра пальцем не шевельнул чтобы меня освободить рабовладельцы это же не демоны нора поднимает лицо и смотрит на вас в упор глазами покрасневшими от слез первый раз я пришла в язву не за подвигами мой владелец притащил меня сюда в ошейнике думаешь демоны меня подкупили да я сама его предала без тени сомнения не ожидая награды подлила в котел с похлебкой сонного зелья открыла ворота и стала ждать когда придут демоны и всех их порвут а с ними и меня плевать но меня они заметили взяли в культист дали шата шанс отомстить да рабство это несомненно зло принуждает черн к переномению плеткой сапогом как это грубо что же это за правители не способны сделать так чтобы им прислуживали добровольно с обожанием и песнями мы вот мендиве с этой задачей справились даже не сомневаюсь граф что монеты с твоим профилем пользовались бы у простонародья еще большей популярностью но нет только не это править слишком большая морока я получаю достаточно обожание и без того чтобы обременять голову короной это неудобное украшение пусть и дальше носит моя драгоценная кузина что-то будешь делать если я тебя отпущу отпустишь с чего это нет ты серьезно думаешь поблагодарю тебя за великодушие и посвящу остаток дней приюта для бездомных щенят я буду мстить дальше вот что я сделаю не тебе так другим скормлю демоном столько крестоносцев сколько успею до того как на рвусь на меч кого-то посуровее чем ты девушка плюет вам под ноги окей ты это заслужила правильно добить закопать и забыть отлично пусть сдохнет маленькая дрянь все это заслужили сегодня свое получу сегодня свое получи я завтра я как и говорил да поскольку персонажа мы этого видели ровно полсекунды до этого то хоть сколько они заботятся ну мне не с рук со у нас у всех с вами ослабление и проще прекрасное состояние давайте восстановление на кого налана видимо он вот а одна сила всего а здесь сколько урона силе непонятно но давайте маленьким восстановлением воспользоваться может он туре поможет но три силы и это еще не все ага но у нас хотя бы перегрузку убрала тур спасибо на этом но я так надеюсь что больше нас уже испытывать ничем не будут ну то есть казалось бы мы с вами вроде как финальных боссов крепости одолели посмотрим что мы за это получили глефа нафига себе каркас а карапакс тяжелые доспехи полный латный доспех вот это кстати вот это кстати наверно марка ну ого неплохо так граиданет пояс физической формы плюс 2 к ловкости выносливости здесь плюс 2 к ловкости но всяко лучше да и почему-то бонус а потому что он плюс один дополнительный же дает получается фига себе вот это классно я забыл кольцо защита плюс 1 а вот она почему-то не дает дополнительных амулет эпических песнопений бонусы к защите плюс 2 а если учесть что у нас до суперским и мы кому-нибудь можем амулет природной брони плюс 2 надеть сила у тебя как с этим у нее плюс 1 поэтому давайте к черт не очень удобно что она в итоге скатывается все назад вот это получается ой кому чтоб ты не сила ты чего меня обманул он нас обманул просто коварно вот 34 а вот это мы наденем например вот суд а здесь уже а ныне у нее просто побрякушка же было ну да у нее было просто побрякушка прибудет побрякушка с природной броней хотя ощущение что что-то не сработало внезапно ладно так продолжаем что у нас еще тут клевого что мы такого тут нашли кольчушка плюс 1 кольцо защиты плюс 1 она действительно плюс 1 или как но не совсем понятно плащ судя потому что он стакнулся он круче не стал а вот еще обруч безграничной мудрости плюс 2 вопрос остался ли он плюс 2 или он стал плюс 3 благодаря нашему мудрость плюс 4 мудрость плюс 5 слушать он тоже получил бонус единственно обидно что мы никак не можем об этом узнать не применив этот предмет это несколько геморройно но классная тема слушать и прям реально классно но я имею ввиду вот этот вот мистический наш путь который дает нам плюс один ко всему и у нас юрвест покинуть цитадель до покинуть цитадель ну видимо да ладно давайте покинем цитадель бед так плавишь что короткого пути не будет так что нам с вами придется походить пешочком чуть-чуть видимо да а что мы здесь оставили я думаю тот момент когда мы можем уже взять все 5 крестовый поход командор крестового похода освободил дресса 70 лет находившийся во власти демонов и вернул клинок доблести на знакомое место но сможет ли командор защитить таким трудом добытая знамя кстати знамя могли бы все-таки сделать ну типа наша трикстерская загрузка игры тянулась полвека что-то неуловимое изменилось в том как смотрит на вас королева мендева в ее глазах читается уважение но чуть нахмуренные брови выдают тревогу меня ждут срочные государственные дела мы с конвоем отбываем столицу в течение часа боюсь это все время что я смогу тебе уделить потому прости что опускаю длинные заслуженные поздравления причем сверху написали что прошло 10 дней дрезон был захвачен быстро даже быстрее чем я рассчитывал любая потеря жизни невосполнима но в масштабе войска потери среди солдат терпим мой дух в уверенном тебе крестоносном войске на высоте ты прекрасно справился с командованием я не сомневалась в твоем умении лично расправляться с демонами знала что ты сможешь стать живым символом за которым пойдут люди то что к этому прилагается еще неплохой тактический талант для меня приятный сюрприз я верила в твой успех и в некотором роде готовилась к нему привезла с собой награду чтобы вручить ее моему рыцарю командору королева чуть улыбается и дает знак оруженоса передать вам аккуратно свернутый плащ с богатой выживкой а теперь я думаю что это награда недостаточно поэтому прими еще один дар лично от меня с этими словами голфри снимает с руки кольцо и кладет поверх плаща благодарю королева я благодарю тебя за то что ты сделал для крестовых походов на лево снова слегка хмурится теперь о главе клинок доблести вернулся к нам соприкосновение с ним пробудила твою силу изменила великую реликвию до неузнаваемости многие жрецы в растерянности не знают как трактовать этот факт знамение ли это случайность предостережение одно можно сказать точно твоя сила удивительно и ни на что не похожа твоя сила мало похоже на знакомые мне проявления воли наследницы но кто постигнет замыслы богов к тому же ой амидаи много божественных союзников они помогали нам в христовых походах неоднократно вот все что я хотела сказать хочешь о чем-то поговорить прежде чем я уеду есть кое-что о чем тебе стоит знать цитадели дрэзон не явилась арилу в орлеж она не объяснила зачем проходить приходила глаза королевы полны изумления архитектор мировой язвы здесь она просто позволила тебе разделаться со стонтоном и забрать клинок доблести мне это очень не нравится арилу опаснее десятка баллеров хитроумнее и скрытнее дюжины суккуб мы очень редко сталкивались с ней за вех крестовых походов но когда сталкивались это всегда оборачивалась чем-то страшно думаю думаю она заинтересовалась собой твоей силой это очень ожидаем и тревожит меня больше чем все прочее рано или поздно нам придется схлестнуться с арилу и покончить с ней но я рассчитывал что у нас будет время подготовиться будь осторожен марка если архитектор снова появится относитесь к ней так как если бы встретил лорда демона без известно что за огромный демон встретил нас перед воротами он казался заметно сильнее остальных пол фрихмурится баларда розан один из генералов дискаре он хипмазира хипзамира эхо дискаре одни из самых заметных демонов воинства бездны скоро ты вы учишь эти имена дарозант не появляется в поле зрения наших разведчиков очень давно его присутствие под дрездном стало неожиданностью хипзамира нефилим хипзамира нынешняя любимица бафомет его родная дочь под ее началом находятся значительные силы прислужников ее отца смертных и демонов эхо дискаре задолго до открытия мировой язвы лорд демонов дискаре знал о слабости в ткани реальности в районе страны саркорис веками он готовил свой гамбит вестуя тайные культы по всему северо-восточному по всему северо-востоку континента в конце концов его сильнейшие жрецы были преобразованы и слиты в одну сущность эхо дискаре аватар чей задачей было порвать прорвать ткань реальности привести дискаре на землю саркорис только личное вмешательство бога ародена остановила зловещий замысел ароден не зверг эхо дискаре и его армии в глубины озера туманов и в алии в 4433 году от основания псаломы с тех пор эхо неустанно ненавидят всех смертных но в особенности последователей и наследников ароден как такого рода неожиданностям придется привыкать способность свободно перемещаться в пространстве одна из самых неприятных черт демонов по счастью клинок доблести позволяет ее решить для окрестностей дрессана не услышал все что хотел хорошо тогда отбывав и робет доложит тебя ситуации в городе окрестностях и вы сможете с ней определить дальнейшие цели удачи команда помни мы сделали только первый шаг дорога впереди долгая непростая и внук на прощание королева удаляется четким военным шагом робет отдает честь королеве ждет пока та удалится опять мягкий знак лишний затем зачем оборачивается к вам тут тоже ошибка ладно позвольте мне также поздравить вас с победой командор конечно выигранная битва за дрессан это еще не победа в войне демоны поняли что у них появился серьезный противник теперь монастрии их атаки они сделают все чтобы захватить город и уничтожить лично вас и всех нас вместе с вами хорошо еще что их армии больше чем наполовину состоят из культистов если бы там были одни демоны они бы просто переместились сюда и немедленно взяли нас в осаду атакам приходится топтать те же дороги что и нашим бойцам основные силы демонов наступают из города из и твердыни рубеж разведка докладывает что у нас пока что нет никаких шансов прорвать их оборону и перейти в контрнаступление нам остается лишь копить силы отражать их атаки и ждать удобного момента к сожалению есть и другие отряды которые возникают словно из ниоткуда и к тому же где-то все еще шныряет эта минага они вещат куда сбежала это о труде бездны может быть у нее уже есть какие-то зацепка частью мы не одни с нами менди и величество голфри уже прислала нам первое подкрепление они только что вошли в город кроме того весть о вашей победе разносится по всему авистан я не сомневаюсь что в древнем скорих он толпу новых добровольцев вдохновленных вашим подвигом это очень хорошо потому что войска вам сейчас очень понадобятся вот краткая сводка наших основных проблем на текущий момент робет показывает вам лист бумаги на котором вы видите список из четырех пунктов демоны с особыми силами тайная тропа пропажа разъезда и дракон что-то можешь сказать о демонах с особыми силами помните того анабасу что атаковал наш лагерь и робет произносит это совершенно спокойно но вы понимаете какого усилия и стоит это спокойствие он владел силами не подвластными обычным демоном это не единственный демон такого рода все чаще поступают донесения подобных ему монстров пока это это единичные случаи но не исключено что в будущем мы можем увидеть целых отряды если не армия необходимо выяснить откуда они берутся найти источник их сил и уничтожить его иначе нас очень скоро со мной даже вам не под силу одолеть целую армию подобных чудовищ тайная тропа о чем речь робет хмурец обычно мы замечаем армии демонов заранее когда их армии идут по серой дороге из иза или рубежа иногда их отряды возникают у нас под носом словно из ниоткуда они как-то попадают на нашу территорию избегая разведчика если мы не решим эту проблему мы не можем наступать демоны просто возникнут у нас за спиной перекроют ущелье и отрежут нас от дрезона они ве пытаются установить как демоны пробираются на нашу территорию но пока без результата поговорите с ней она расскажет о ходе поисков более подробно у нас пропал разъезд до исчез бесследно во время выполнения задания не нашли даже труб может быть их кто-то похитил а может быть в окрестностях есть какая-то природная угроза нельзя исключать и возможности дезертирства разъезд патрулировал дорогу к югу от города в том направлении находились последние уцелевшие поселения саркориса но после осады дрезона связь с ними прервалась едва ли кто-то из жителей сумел спастись когда демоны заполонили область оттуда я бы начала поиск дракон как еще дракон как будто нам мало проблем с демонами в окрестностях города появилась дикая драконец часть она не состоит демоническом войск армия усиленная драконом могла бы стать серьезной угрозой в мировой язве очень плохо с едой а демоны и культисты и похоже не по вкусу а на то и дело она летает на небольшие отряды крестоносцев уносит отставших от войска разоряет обозы ее часто видели в небе но и где именно ее логово не известно здесь у нас есть помощник вы помните того дворфа что во время осада отважно атаковал балара перед цитаделью он снова в городе и судя по всему не прочь заняться охотой на этого же дракона найдите его в таверне поговорите с ним может быть он сможет помочь нам а мы ему это все на текущий момент есть приятные мелочи желанию королевы участвовавшие в штурме крестоносцы получили удвоенное жалование особо отличившиеся будут награждены медалями среди них например знакомый вам рыцарь элон искус их сердец он возглавил группу заблудившихся не россианских рекрутов и довел до основных сил а позже отвлек внимание демона в битве с балором что позволило спасти ранен есть еще одна вещь как вы знаете под дрездном имеется обширный каземат сейчас он пуст никто из оказавшихся в плену у демонов не выжил а новых арестантов пока нет временно поместили в каземат тело стонтона вейна сраженного вашей рукой как прикажете с ним обойтись они ведь считают что его нужно тихо сжечь и забыть некоторые хотят видеть его труп украшением площадь я же считаю что мы не должны уподобляться демонам и варварам пусть он был врагом но заслуживает быть похороненным как рыцарь на решение конечно за вами похоронить стонтона как рыцаря как точно робет колеблется вы видите на ее лице внутреннюю борьбу словно не знает следует ей говорить что-то еще командор тот день во время битвы я нет прошу прощения это все команда благодарю что уделили время на целю того и робит поспешно разворачивается и быстрым шагом уходит ух я чувствую сейчас у нас резко всего в общем-то прямо прибавится и действительно у нас всего прибавляется поручить мастерам похода улучшить реликвию отлично как это что это ничего пока не понятно в общем будем разбираться давайте сначала посмотрим на подарки королевы голфри кольцо защиты кольцо фокусник стать кольцо фокусника возможно стоит отдать этой плюс 4 до а это плюс 2 то есть теории у нас защита должна всего на 2 вывести она и вырастает на 2 вот так ладно плащ устойчивости плюс 3 вот этот плащ нам уже не нужен наверное или нужен блин но тут плащ мне нравится все таки давайте его вернем а вообще нам бы конечно в первую очередь смотрите во первых у нас уровень вот уже он на подходе и кстати у многих они не вложены давайте быстро сейчас поднимем уровне обычные зося да он тут жрец на девятом уровне помню никаких бонусов нет очарование хорошо закончили и соответственно угольку тоже но тут то же самое все автоматом за нас разрушение почему-то обезвиженную плану и до снятия проклятия исцеление ранений супер и финально мистические пути но тут опять же безграничное исцеление суда и обильные чары суда все прекрасно с этим разобрались так но у нас с вами чо есть всякие вещи кому плащ устойчивости дадим а у силы кстати что плащ ощущения ну может вот тогда вот получше все таки будет это хорошо колечко колечко мы хотели на не отдать правда же вот это вот но не есть какое-то кольцо защиты ну вот например вот так вот о прекрасно что ж не знаете мне надо нам сориентироваться в городе ого чародейский ткач поставщица экзотического оружия просто кузнец а есть просто кузнец а там наверное у нас управление цитаделью ладно я доберусь до просто кузнецам продам ему весь трэш по вот он наш кстати стяг потому что обычного просто кузнеца ничего хорошего нет поэтому его можно как раз таки загружать всяким мусором а в следующий раз уже начнем с вами потихоньку заниматься городом смотреть что здесь и как здесь а пока что спасибо миша лебедева миша фамина андрея фиолетову евгению глебу до хармса алексей смирнова просто еду сергею кайну уроки борьба антона цару глеба сахарова брата манзо дари кравчугу white rabbit и юджину волну за то что тебя продолжает поддерживать канал всем вам спасибо что за то что составляете компанию в прохождении но и увидимся в следующем эпизоде пока у меня на этом все удачи и счастливо пока пока до встречи